Всем привет! Сегодня мы с вами попробуем поприменять на практике те вещи, о которых мы говорили в прошлый раз. То есть мы будем говорить о симметричных фигурах, причем симметрия у меня будет относительно точки, так называемая центральная симметрия, и относительно прямой, осевая симметрия. Но для начала давайте вспомним определение, чтобы было понятно, о чем мы вообще сегодня будем говорить. Говорят, что две точки, А и В, симметричны относительно некоторой точки О, если О — это середина отрезка АВ. Все очень просто. Соответственно, говорят, что фигура центрально-симметрична относительно точки О, если для любой точки А нашей исходной фигуры центрально-симметричная ей относительно точки О также принадлежит фигуре. Вот вы можете видеть на картинке, данная снежинка является, конечно, центрально-симметричной относительно точки О. Соответственно, если мы будем говорить об осевой симметрии, Говорят, что две точки А и В симметричны относительно прямой Прямая это ось, поэтому осевая симметрия Когда отрезок АВ, во-первых, перпендикулярен прямой А во-вторых, делится ею пополам Ну и, соответственно, фигура называется симметричной относительно прямой Если для каждой точки фигуры симметричная ей точка относительно прямой То есть ося симметричная иногда еще говорят Также принадлежит этой фигуре В качестве примера можно взять вот такой вот самолет Действительно видно, что если провести вертикальную ось То точка А слева симметрична точке В И так для любой абсолютно точки Чем же мы будем заниматься сегодня? А сегодня мы попробуем прямо ручками нарисовать образ какой-то фигуры При симметрии, при центральной и при осевой Ну и начнем с самой простой фигуры, с точки И будем пробовать строить точку, которая симметрична данной Относительно некоторой другой точки При этом мы будем использовать линейку с делениями и в моем случае фломастера, в вашем, я надеюсь, карандаш Итак, у нас дана точка А, которую мы будем отражать И точка В, это будет центр симметрии, относительно которой мы будем отражать точку А Как происходит это отражение? Мы вспоминаем определение, да? Мы должны отложить на луче АВ Значит, вот давайте проведем луч АВ Это я специально проведу туда подлиннее И на этом луче за точку В мы откладываем отрезок равный отрезку АВ Вот у меня отрезок АВ на моем чертеже получился примерно 5,5 см, даже чуть-чуть побольше, почти 6 Поэтому вот примерно такой же отрезочек я откладываю за точку В И получаю некую точку С Эта точка и будет являться образом точки А при симметрии, центральной симметрии, относительно точки В Итак, сформулируем алгоритм, как же построить точку, симметричную данной, относительно другой точки Все просто Первым делом мы проводим луч, вершиной которого является наша исходная точка И при этом этот луч должен проходить через центр симметрии Дальше на этом луче мы откладываем отрезок, равный расстоянию от исходной точки до центра симметрии Расстояние я это просто измеряю по линейке, благо линейка с делениями Теперь давайте попробуем сделать кое-что посложнее У нас будет дана не одна точка, а целая фигура Квадрат Вот я возьму квадрат А, Б, С, Д Давайте соединим эти точки друг с другом И есть некоторая точка О Давайте я ее отмечу вот здесь Точка О Это будет мой центр симметрии Соответственно моя задача отразить квадрат относительно этого центра симметрии То есть построить фигуру симметричную моему исходному квадрату Как это делается? Берем каждую вершину моей фигуры исходной То есть квадрат А, Б, С, Д И отражаем относительно точки О Делаем это точно так же, как мы только что делали для одной точки То есть вот, например, Д Вот я беру луч ДО У меня отрезочек ДО примерно равен, я смотрю, 2,5 см Значит, продлеваю и вот те же самые 2,5 см откладываю здесь Получаю некоторую точку Давайте я так пунктирчиком покажу эту линию По которой, да, у меня идет отражение И вот эта точка, я ее назову Д1 Она будет образом точки Д при центральной симметрии относительно точки О То же самое делаем с точкой С Значит, вот здесь у меня, как видите, на моей картинке чуть меньше 5 см Значит, опять же, вот я так пунктирчиком проведу Дальше этот луч я продолжаю Опять же, чуть-чуть меньше 5 см откладываю И получаю где-то здесь точку С1 Аналогично с точкой Б У меня получается 8,5 см Заодно, пока я рисую, надеюсь, что вы все увидели Какой непедагогичный акт я сейчас совершаю Делаю чертеж фломастером, а не карандашом Надеюсь, что вы за мной повторять не будете И делать все рисунки будете только карандашиком 8,5 умножить на 2 это 17 Так что на отметке 17 я рисую точку Б1 Вот она у меня Ну и точка А1 осталась Значит, здесь примерно 7,5 см у меня Значит, где-то в районе точки 15 Должен быть образ точки А Вот так вот продлеваем И получаем что-то вот такое А1 Если теперь соединить самые вершины друг с другом У нас получается новая фигура Да более напоминающая старую фигуру По своей форме То есть действительно получаю я совершенно неожиданно квадрат Которая оказывается равен квадрату А, Б, Ц, Д Совпадение? Не думаю Но не центральная симметрия единая Есть у нас еще и осевая симметрия Она уже заждалась Давайте попробуем построить опять же с помощью фломастера и линейки А в вашем случае с помощью карандаша и линейки Образ точки при ее симметрии относительно прямой То есть при осевой симметрии Рассмотрим точку Вот у нас точка А И ось симметрии напомню, что это некая прямая Я ее специально нарисую не по клеточкам, чтобы было сложнее А то у меня одна халява достается И теперь надо как-то отразить точку А относительно данной прямой Я ее обозначу А маленькая Значит, чтобы отразить Мы делаем следующее Мы строим перпендикуляр И на этом перпендикулярном луче Сейчас у меня расстояние будет Примерно у меня получается Сколько здесь? Примерно 3 сантиметра Значит, примерно 3 сантиметра я откладываю дальше И вот у меня получилась точечка Я называю ее А1 Которая является симметричной Точке А относительно прямой А маленькая Значит, вот этот уголочек в теории должен быть прямым Ну, вам, конечно, будет чуть полегче Потому что в тетрадках, когда вы будете рисовать Вы, конечно, можете не создавать себе таких сложных условий И прямую рисовать строго по клеточкам Тогда и перпендикуляр к ней будет нарисован очень легко Итак, сформулируем алгоритм Как же построить точку симметричную данной Относительно прямой Первым делом Через данную точку мы проводим прямую Перпендикулярно той прямой, которая у нас есть уже на рисунке То есть оси Когда мы провели эту самую перпендикулярную прямую То на ней мы откладываем отрезок Равный расстоянию от исходной точки до прямой Мы как бы за прямой откладываем такой же отрезок И вот какая точка там получилась Это и есть образ исходной точки Пользуясь этим алгоритмом, давайте рассмотрим фигуру посложнее Треугольник И попробуем ее отразить относительно данной прямой Вот возьмем треугольник А, В, С И соединим эти самые точки Чтобы у нас получился самый настоящий треугольник После чего, когда треугольник будет готов Мы проводим некоторую прямую Давайте я в этот раз сделаю себе попроще Проведу прямую по линии Вот она у меня прямая А маленькая И относительно этой прямой я хочу отразить мой треугольник На самом деле процесс чем-то похож на то Как будто здесь стоит некое зеркало И мне надо образ нарисовать, который будет не с левой стороны, а с правой Делается это, естественно, точно так же То есть мы берем каждую точку Здесь это совсем не сложно И проводим вот такой лучик перпендикулярный нашей прямой Откладывая равное расстояние Вот она у меня точка С1 Точку А Видите, я, так как у меня бумага уже разлинованная То мне будет очень легко отразить без всякой линейки У меня линия вот уже есть, да Поэтому вот она точка А1 Ну и аналогично с точкой Б Я могу поступить, сделав соответствующий образ Б1, да Если вам не так повезло, как мне И у вас бумага не разлинованная Ну, значит, как обычно, да То есть вы берете линейку Проводите вот этот самый перпендикулярный лучик И откладываете такое же расстояние справа Чтобы оно было равно тому, что слева Итого получаем новый треугольник Совершенно неожиданно Никто даже и предположить такого не мог Но этот треугольник также будет равен Исходному треугольнику, как и было в случае с квадратом На самом деле, пока я заканчиваю чертеж Маленький спойлер Через примерно три года вы сможете доказать, что любое движение В частности, осевая симметрия и центральная симметрия Где переводят равные фигуры в равные Пока мы только видим это на примерах Доказать этого не можем, но уже предвосхищаем события Ну что ж, сегодня мы с вами познакомились с тем Как реализовать наше познание на практике То есть как чисто физически построить образы точки Или фигуры при ее центральной либо осевой симметрии На следующем уроке мы поговорим о чуть более сложных построениях Ну а на этом наш сегодняшний урок закончен Спасибо за внимание